МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это интервью премьера-министра Путина, коммерсанту, в котором он сказал, что знать ничего не знает про второй процесс Ходорковского и вообще много чего интересного там наговорил. Ваши ощущения от этого интервью? Вы знаете, мне трудно себе представить, что второе дело Ходорковского было открыто без ведома премьер-министра. Это как-то не укладывается в ту картина мира, которую, по крайней мере, у меня в голове. То есть что, гражданин премьер попросту соврал? Ну, может, он забыл. Это все-таки второе дело началось несколько лет назад. Но то, что... Я не могу себе представить, что это дело было открыто без того, что хотя бы премьер-министра поставили в известность. Ну, тогдашнего президента поставили в известность. И, конечно, это очень странно. Как и некоторые другие вещи, о которых говорил премьер-министр. Я уверен, что когда премьер-министр жил в Питере, то тогда, конечно, узнал, кто такой Юра Шевчук. Может быть, он опять-таки с тех пор забыл, но не знает, кто такой Шевчук. Как вы считаете, вот это вот программное интервью, которое сегодня уже не процитировал только, наверное, этот самый обогреватель, означает ли оно какие-то векторы, какие-то изменения в тенденциях, направлениях? Действительно, пытаться истолковать, что именно имел в виду премьер-министр, когда он сказал «да» или «нет». Я сразу скажу, что не всегда это удается сделать. Например, вы помните, много лет подряд тогдашний президент Путин говорил, что выборы губернаторов будут сохранены. И все интерпретировали эти слова, как если бы он именно и намеревался сохранить выборы губернаторов. Или еще одна фраза была им сказана «не дадим банкротить компанию ЮКОС». Ну, он в некотором роде был в это время президентом, а не судьей. От этого, наверное, это, может быть, был не его выбор. Хотя, наверное, трудно себе представить, что те люди, которые принимали эти решения, с ним не проконсультировались. А вот выборность губернатора – это было решение президента Путина, тогдашнего президента Путина, через несколько дней после событий в Песлане. С вашей точки зрения, существуют ли идейные разногласия между президентом и премьер-министром? Судя по их действиям, я не вижу больших разногласий. Но стилистика, очевидно, разная. Мы видим, что действительно, например, Путин много раз и говорил об этом, и действиями подтверждал, что не в его стиле поддаваться давлению. Если вы выходите на улицу и требуете сделать «А», Путин не будет делать «А», потому что он не хочет показывать слабость. Медведев не считает реакцию на общественное мнение слабостью, судя по его действиям. Судя по его действиям, для Медведева не является слабостью и не является неприемлемым получить фидбэк, получить обратную связь от общества и сделать так, как ему считается правильным, так, как ему кажется правильным, даже если общество просит его это сделать. Это различные стилистические моменты. Мы видим также, что Путин, и об этом он писал в своей пока единственной колонке в журнале «Русский пионер», не любит увольнять людей. А Медведев, мы видим, кроме министров, вполне себе увольняет людей. А вот скажите, пожалуйста, опять-таки тут проскочила история о том, что определенные зарубежные организации хотят затруднить, это уже по вашей части, по экономике, чиновникам и людям, которых они считают причастными к делу Сергея Магнитского, упомянутого вами, затруднить их, так сказать, финансовую деятельность в зарубежных банках. С вашей точки зрения, это перспективная история или это демонстрация? Ну, вы знаете, мы пока не видели таких серьезных шагов в этом направлении. Это очень действенная мера, с моей точки зрения, потому что мы знаем, что многие российские чиновники, члены их семей часто путешествуют, имеют недвижимость за рубежом. В этом нет ничего, мне кажется, страшного. Их дети учатся за рубежом, и в этом нет ничего страшного. Лечатся за рубежом, и в этом нет ничего страшного. Но, действительно, если по каким-то причинам Америка или Европа будут закрывать визы, не будут выдавать кредитные карточки... Или просто объявляют нерукопожатными. Ну, что значит нерукопожатными? Многие люди являются нерукопожатными. Но до тех пор, пока этим людям выдают визу и счет в банке, и позволяют владеть недвижимостью, это, с моей точки зрения, вот это, собственно, дела. Этих дел мы пока не видели со стороны западных политиков. Это был бы серьезный удар по благосостоянию вполне конкретных российских чиновников. С делом Магнитского, что сделал Билл Браудер? Они каким-то образом, мне непонятно каким, но проследили траты вполне конкретных милиционеров. Они сказали, вот смотрите, господин Карпов, вот его отпуск, вот его счета, вот его гостиницы, вот его автомобили. А вот, господин Кузнецов тоже самое. Сергей, если попытаться задать традиционный юридический вопрос по поводу, я не беру сейчас первый, я беру второе дело ЮКОСа. Квейпродвест, кому выгодно? Я входил в хамовнический суд, и я думаю, что многие ваши зрители тоже либо ходили, могут это сделать. На сайте Ходорковский.ру есть очень много материалов. Этот суд выглядит позором. Это действительно театр абсурда. И с этой точки зрения такой процесс, мне кажется, не выгоден никому. С одной стороны. С другой стороны, из тех отрывков всяких интервью, мы пытаемся воспроизвести те чувства, те мысли, которые находятся в голове у нынешнего премьер-министра. По этим обрывкам видно, что для Путина Ходорковский – это важное личное дело. То есть, действительно, Ходорковский должен сидеть в тюрьме с точки зрения Путина как можно дольше. И уж точно не выходить на свободу до 2012 года. И я думаю, что, может быть, Путин действительно сам не говорил, давайте сделаем второе дело. Возможно, что какие-то коллеги, прокуроры, судьи сказали, мы знаем, что если мы начнем второе дело, то Владимир Владимирович Путин не будет возражать. Я уверен, что Владимир Владимирович сразу заметил, когда это дело началось. Но вполне возможно, что не он был инициатором этого второго дела. Но вполне возможно, что второе дело началось слишком рано или слишком поздно по отношению к тому, как он бы хотел его начать. Кто-то из младореформаторов сказал однажды замечательную фразу, что одна из основных характеристик административного ресурса заключается в том, что на него не обязательно нажимать. На него иногда можно просто посмотреть. Да, вы знаете, если мы начали говорить о журналистах, в России убивает не так много журналистов. Но достаточно убить одного или двух, чтобы остальные стали бояться. Точно так же, как и достаточно посадить одного предпринимателя, чтобы остальные стали бояться. Точно так же, как достаточно устроить проблемы одному правозащитнику, чтобы остальные начали... Да, абсолютно точно. Скажите, пожалуйста, вам кто больше нравится? Путин или Медведев на посту президента? Вы знаете, у меня нет никаких предпочтений с точки зрения личности. Мне кажется, что всё зависит от того, что они будут делать. Они и декларируют то, что они делают, и собираются делать одно и то же. Поэтому пока говорить особо не о чем. Мне кажется, что было бы очень важно, если бы не только де юре, но и де факто Конституция Российской Федерации была соблюдена. Дух Конституции в том, что человек после двух сроков уходит в отставку. И сама сменяемость лидеров – это очень важный инструмент, который создаёт стимулы в политической системе. А не сменяемость лидера – это очень опасная ситуация. И премьер-министр Путин ощущает это. И именно для этого он ушёл с поста президента. И именно поэтому он всё время говорит, что это всё пустая болтовня, что я руковожу страной. Я занимаюсь только внутренней политикой. Я к чему вам задала этот вопрос? Дело в том, что многие, скажем так, катаклизмы, трагедии, с моей точки зрения, то, что происходило в Москве, и не только в Москве, в России вообще летом, это вполне уже тянет на такую человеческую трагедию. Они, как это ни страшно, периодически дают властям индульгенцию. Вы сами упомянули историю о том, как после Беслана губернаторов стали назначать. Потому что, мол, выборный не так отвечает. Мне кажется, это интеллектуальное оскорбление для аудитории, для российского народа. Потому что выборность губернаторов и борьба с терроризмом – это разные вещи. Дело в том, что каждый раз, когда бываешь на процессе, каждый раз опять же… На процессе Ходорковского лидера. Ну, естественно. Я просто читал книжку «Процесс Кавки», там очень много тоже похожих. Так об этом говорил Юрий Алексеевич Рыжов, о том, что Кавка отдыхает. Так вот, каждый раз опять же ищешь тенденции. И я помню, например, момент уже во время второго процесса, когда вдруг народ начал шушукаться. Ребята, похоже, что-то изменило. Другое дело, что в отличие от ситуации предшествующих, вот вышел закон о том, что по экономическим преступлениям нет ареста. Но этот закон у нас нарушается благополучно. Не только в процессе Ходорковского лидера. И тем не менее, для многих предпринимателей по всей стране этот закон означает разницу между свободой и несвободой. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот катаклизмы, которые могут произойти в связи, я не знаю, с падениями цен на нефть, с продолжением вот этого ползущего кризиса, который, безусловно, еще не закончился, могут ли они дать российским властям всестороннюю индульгенцию, например, в деле Ходорковского, который, с моей точки зрения, не является знаковым. То, что дает индульгенцию, это уровень жизни. В конце концов, люди голосуют кошельком. Есть такой американский политолог Дэн Тризман, один, на самом деле, из ведущих политологов, то, что называется, молодого поколения, наверное, лет 45, он написал такую статью про популярность российских президентов, где он, собственно, показывает, что рейтинги российских президентов, как Кельцина, так и Путина, на самом деле, очень хорошо коррелируют именно с экономическими показателями благосостояния средним россиянам. Российская экономика сейчас растет, и у меня, если вы меня попросите поставить мои деньги на то, будет она расти до 2012 года или нет, я поставлю свои деньги на то, что она будет расти до 2012 года, что цены на нефть скорее не упадут, чем упадут до 2012 года, что российский резервный фонд не будет полностью потрачен до 2012 года. И поэтому, я думаю, что, судя по всему, политическая власть, наверное, не сменится. Вот так мы и живем. Печально живем. Мы устами достойнейших людей нашего общества говорим о необходимости соблюдения Конституции, да. Но, тем не менее, кошелек отдельно, а что-то духовное и внутреннее отдельное. Наш собеседник, ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев, все это происходило на территории гласности. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова